Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сейчас я нахожусь в отпуске в Турции и хочу вам некоторые вещи посоветовать, что взять с собой и в частности рассказать, что беру я. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Первое, что необходимо взять с собой и что, конечно же, я взяла, это были солнцезащитные средства. Кстати, я про них уже писала в Инстаграме, я их очень-очень сильно люблю. Это серия, линейка Australian Gold. Можно приобрести на Вазборис, можно приобрести на Азоне, магазин Красотка Про и так далее. Обратите внимание, что есть серии для солярия, а есть средства именно для загара на солнце. Они очень классные, они потрясающе просто пахнут. Они не липкие, не противные. SPF действительно очень хороший, вы с ними не сгораете. И смотрите, у них здесь есть линейка с бронзерами. То есть, если вы такая же белокошка, как я, то эти средства помогут вам загореть. Второе, что обязательно нужно брать, естественно, в отпуск на море, это солнцезащитные средства для лица. Да, они отдельные. Вот, у меня вот такой вот любимчик, это Биаре УВ. Это солнцезащитный флюид с SPF фактором 50. Чем он мне нравится? Во-первых, это уходовый крем. Вы взяли его с собой, утром нанесли, как уходовый крем, можно даже так, и все будет просто супер. Он легкий, он не липкий, с ним лицо вообще не сгорает. И ощущение комфортного увлажняющего крема. Даже мужчины, которые ненавидят вообще ощущение всей этой вот косметики на лице, да, они ненавидят крема для рук, абсолютно адекватно относятся к этому крему. Все хорошо. Я вот взяла с собой, но не пригодилась, не знаю, может пригодится вам. Я взяла с собой вот такую же линейку Австралия на Голд. Это Алоэ Фрис Джел. Это, в общем, и целом штука, если вы сгорели. Вот, мы не сгорели, у нас все хорошо, но на всякий случай я всегда с собой беру. Ну и средства Афтерсам. Да, у меня линейка Гавайян Тропикал. Вот, Тропик. Вот, в принципе, нормально, но я немножечко подустала от их парфюмов. Так, у нас, конечно же, тут бардак, уже последний день, но буду вам показывать. Значит, что я взяла для волос? Вот это средство, оно очень известно на просторах Ютуба. Вот его я взяла с собой. Что нужно обязательно брать, что я всегда делаю? Я чаще всего беру все пробники, которые мне выдаются в магазинах, вот, и набираю их с собой здесь, как бы, тестирую и использую для того, чтобы не увеличивать размер багажа. Вот здесь, в частности, у меня были вот такие. Плюс я взяла с собой CC-крем, который использую вместо тонального крема. Еще небольшой лайфхак, да, вот здесь мне давали, это был пробник Estee Lauder, я взяла его крем, я взяла его ночным, и у меня была вот такая же баночка, очень красивая. Сейчас здесь находится абсолютно другая вещь, сюда я положила свой крем для глаз. Кстати, искренне советую оставлять такие баночки, они очень удобно, вытираете. У нас даже дома заведена специальная коробка для отпуска. Вот, и я переливаю средства, которыми пользуюсь на данный момент, в такие маленькие тюбики. В частности, допустите, вот Чи, у меня большая бутылка масла, и, в частности, маленькая. Я все переливаю, я такой мастер-переливашка. Что я еще переливала? Здесь у меня совершенно не этот тоник. Я, кстати, очень люблю баночки, которые подписаны. Если здесь написано, что это тоник, я прекрасно помню потом, в отпуске, что у меня здесь тоник. Здесь у меня сейчас находится тоник от Holy Land. Единственное парноразмерное, что я взяла, я взяла с собой парноразмерный крем, полноразмерный, да. Это Holy Land, это у меня новиночка, балансирующий, увлажняющий крем. Очень понравилось, кайф. Кстати, девчонки, знаете, что я вам хочу еще сказать? Не забывайте, пожалуйста, брать с собой ватные диски. Я в предыдущие разы, кстати, очень сильно их забывала. А в отеле их представлено очень-очень мало. Маски для волос и бальзамы у меня чаще всего идут вот в таких баночках от кремов для лица. Еще, кстати, идея, я всегда оставляю для отпуска в преддверии что-то, где осталось, видите, на донышке. То есть на несколько раз использовать. Соответственно, я беру полноразмерную версию и я ее выбрасываю, освобождая для себя место в своем багаже. Вот. Для ребенка, что я взяла, кстати, можете брать для мужчин. В барбершопах продаются маленькие текстурирующие пасты и так далее. Если у вас мужчина укладывает волосы, да, там, не знаю, или сын укладывает. Вот. Обратите внимание, что в барбершопе можно купить вот такие вот маленькие тревел-версии. Это очень сильно удобно. Ой, я поняла, что для меня это очень важно. Я вожу с собой свой фен. У меня длинные волосы, они у меня густые, они у меня совершенно не просыхают от обычных фенов в номерах. Они хотя и здесь есть, но это, знаете, только короткие посушить. Поэтому я с собой вожу свой фен, я с собой вожу свою плойку. Да, потому что у меня, видите, у меня сейчас челка. Если ее как-то, ну, хоть немножко не уложить. Кстати, я сегодня даже тональный крем не красилась. Вот как есть, да. Вот. Если не взять плойку, то мне очень тяжело укладывать. Что я еще забыла? Я не взяла ни гель, ни пенку, ни лак, абсолютно вообще ничего. То есть, поэтому, когда я такой вот, этот, как, одуванчик, вот, ну, мне ничего уже помочь не может. Вот. Берите на заметку. Если вы пользуетесь такими средствами, обязательно возьмите с собой термозащиту. Вот. Я взяла. Что я не взяла? Есть сейчас спрей для ухода за волосами на солнце. Но сейчас здесь не такое солнце, чтобы тут как-то безумно париться и безумно переживать по этому поводу. Вот. Если мы говорим, кстати, про фены, про плойки и так далее, это тяжелые вещи, обратите, пожалуйста, внимание на размер вашего багажа. Если вы летите чартерами, очень сильно большая вероятность того, что у вас багаж всего лишь 10 килограммов. Учитывайте, сколько весит ваш, в принципе, чемодан, и этого не хватает. Позаботьтесь об этом обязательно заранее. Вот мы летели, получается, у нас был, блин, урау. Ну, в общем, чартерная компания, и за тысячу, по-моему, 400 можно увеличить размер своего багажа, и тогда вы сможете взять с собой все, что вам необходимо. Обязательно, что делаем? Берем с собой кроссовки, холодно, вечерами, обязательно берем с собой удобные шлепанцы, желательно не через палец, а который полностью одевается, потому что это действительно удобнее чаще всего на пляже, вот, чтобы не забивалось. Вечерняя обувь, это уже, конечно же, по вашему усмотрению. Что мне очень пригодилось, ввиду того, что мы находимся в большом отеле, и постоянно гуляем по его территории, это накидки. Я обязательно ставлю фотографию, я заказала на Wildberries, слушайте, мне очень понравилось. Очень удобно, красное, красивое, яркое, нет необходимости дополнительно что-то с собой носить, когда ты кушаешь или обедаешь, здесь нельзя зайти в купальники, либо там в каком-то парео, необходимо что-то на себя накидывать. Эта вещь подходит, выглядит красиво, аккуратно, если вы будете где-то на ярком солнце, вообще будет здорово, будут руки закрывать. Советую, хорошая и недорогая вещь. Также еще не забываем про сумку пляжную. Вот я в прошлом отпуске ее благополучно забыла. Сейчас, благо, вот есть отель, в котором мы сейчас находимся, Альфа Донна. Здесь предоставляют пляжные сумки, но если нет, как бы ходить с рюкзаком или с пакетом, это совершенно неудобно. И еще хочу посоветовать обязательно, возьмите с собой в пляжную сумку небольшую косметичку, то есть какие-то вещи, которыми вы пользуетесь максимально часто, то есть что это, телефон, ключи, я не знаю, что у вас такое, там, деньги, да. Если положить это в отдельную косметичку, вы никогда не потеряете и быстро достанете вещи, которые вам необходимы, среди полотенец, средств там для загара и чего-то. Косметика. Опять-таки я беру пробники, я поняла, что мне много, как выяснилось, с собой не надо, и сейчас покажу. Вот, пробники, это тональный крем на вечер, потому что у нас тут будет концерт. Вот, вот такие пробники у меня, это консилеры, я один открыла, как раз на несколько раз хватило. Может быть, выглядит, конечно, не очень аккуратно, но более чем достаточно. Помады, опять-таки, видите, у меня это пробники от Coco Chanel, вот, поэтому всегда просите в магазинах пробники, это очень-очень сильно удобно. Все средства, которые я стараюсь брать для себя в отпуск, они наносятся в большинстве своими пальцами. Это очень старые у меня кремовые румяна, сейчас очень много всевозможных разных. Очень советую брать натуральные оттенки, именно те, которые стираются пальчиками, они максимально выглядят естественно. Также, опять-таки, у меня хайлайтер, это у нас Maybelline, по-моему, да, он у меня, опять-таки, в стике. Наношу не только на скулы, но и наношу также на линию декольте. Опять-таки, очень удобно. Дома просто я не пользуюсь обычно такими вещами. Вот, так, на фокус, фокус. Кремовые тени, которые я взяла, опять-таки, чтобы наносить пальцем, это Charlotte Tilbury. Опять-таки, у нас идет, где-то фокус, угу. Опять-таки, у нас идет оттенок загарный. Все такое, вот, летнее, вот, видите. Летнее, бронзовое. Вот, что очень выручает, это вот такая вот штучка. Здесь я оставлю ссылочку, это называется Чупа-Чупс. Потрясающие стразы. Нанес на глазки, такие блесточки, сейчас. Вот. Это аккуратно разносишь, и это блестит с Венеры. Да, то есть, просто нанес это средство на глаза, и больше можно ничего абсолютно не делать. То есть, я, как вечерний макияж, беру одни тени и наношу блестки. В принципе, этого достаточно. Что я еще взяла, но не использовала, ну, может быть, просто настроение было не то. Это вот такой вот стойкий карандаш от Романовой. Можно было и подвести слизистую, сделать стрелку. Ну, вот что-то вот мне не хотелось. Далее, обязательно, что я обязательно беру с собой, это карандаш для бровей у меня в оттенке 0,5. Это Вивьен Сабо. Он очень рыженький для того, чтобы перекрыть чудные перманенты. Видите, такой. Мы перекрываем холодные оттенки перманентов подобными цветами. Поэтому взяла. Хочу уже, наконец-то, добить гель для бровей от Шик, потому что арт-деко мне нравится больше. То есть, брови я обязательно фиксирую, потому что иначе они убегут куда-то. Мой любимый предмет это бронзер. У меня есть просто палетка. Я от нее вытащила рефил, и у меня есть такой пакетик. Я все складываю. Вот, ну, опять-таки, для экономии места в багаже. Ну, хоть грязное, но просто пользуюсь, да. И я взяла одну кисточку, потому что вот стоит нанести бронзер на кожу дополнительно к загару. И, в принципе, она настолько красивая, что меня абсолютно все устраивает. Губы. Губы мне очень нравятся. Попробуйте, обратите внимание, на корейские такие, вот знаете, тинты, не знаю, для губ, которые очень-очень долго держатся, потому что никакие другие блески или еще чего-то не дадут вам оттенка нормального на губах. Это Тони Молли. Но я уверена, что сейчас очень многое есть. В частности, ну, допустим, Бенетинт. Но вот Бенетинт мне нравится меньше. Все равно какой-то, не знаю, горький, что ли. Вот на корейцев очень-очень советую обратить внимание. В отпуске очень удобно, когда свет остается максимально долго. Кстати, вот такую вот штучку очень советую. На всякий случай всегда брать с собой. Я ее называю жутким пластырем. Вот. То есть он помогает не образовываться нашим мозолем. Потому что, знаете, особенно, когда вы долго не носили какую-то обувь, и тут одели туфельки, и такая, думаете, красивая вы пойдете, и мозоль, и вечер испорчен. Поэтому очень советую заранее позаботиться об этом. Парфюмы тоже, как всегда, пробники. Так, быстренько покажу вам, что я беру с собой в аптечку. Если вдруг плохое самочувствие, витамин С, сами знаете, нужная вещь. Обязательно в небольшом количестве я беру мирамистин, поскольку, если что, его можно попшикать не только на руки, да, продезинфицировать какую-то рану, но также при насморке. Вот. Поэтому беру с собой обязательно мирамистин. Что я беру еще с собой? Я беру, естественно, террафлюм. Активное вещество у нас здесь парацетамол. Вот. Алмагель. Ну и поехали. Естественно, всякие вещи для желудка. Смекта, гевискон. Это от изжоги, от несварения, отравления. Вот. Кстати, очень-очень нужная вещь. Називин. То есть любое, в принципе, любое средство, которое является засудосуживающим. Если вы вдруг летите с ребенком, у них очень сильно закладывают ушки, но стоит нанести, нанести, вынести, да, в ребенка этот препарат, вот, то ушки перестает закладывать, болеть, и меньше рискотита. Ну и плачут они меньше, поэтому обязательно советую брать с собой. Вот, так, далее. Опять-таки, линекс, обезболивающая, миг, обязательная вещь, лейкопластыри, обязательная, очень нужная. Если, не дай бог, нет и понадобилось, все кранты. Это нурофен. Почему беру разные препараты жаропонижающие? Жаропонижающие, поскольку в них разное действующее вещество. И бупрофен, и парацетамол. То есть жаропонижающие, если вдруг что, должны быть разными. И что-то я еще взяла, это что такое? Сама не помню уже, что я взяла. А, чистый парацетамол. В общем, вот такая вот у меня аптечка, где-то у меня еще есть гексорал от боли в горле. Это все, что я взяла на данный момент с собой. Кстати, если ездите прям в такие теплые, прям теплые страны, не знаю, Таиланд и так далее, обязательно противородные, противодиарийные брать с собой нужно. Итак, я надеюсь, что это спонтанное видео вам понравилось. Если да, поддержите мне, пожалуйста, пальчиками вверх. Буду рада вашим комментариям узнать, что вы берете обязательно с собой в отпуск. А теперь пойду я гулять на море. Всем вам хорошего дня. Пока-пока.